Привет! Какое настроение? У меня настроение завтрак весь день. Что для вас завтрак? Ну, для кого-то это обезжиренный творог, боже, какая тоска. Для кого-то это овсянка на воде, еще хуже. Для кого-то это яичница с беконом, с помидорами. Для кого-то это тост со сливочным маслом, наши люди. У меня сегодня на завтрак круассаны. Вот это вот круассаны, которые были заморожены. Их нужно просто расстоять. То есть покупаете полуфабрикат, внимательно читаете упаковку, какие ингредиенты. Если вас все устраивает, тогда читаете инструкцию на упаковке. И потом из морозилки вынимается круассан, вот так вот укладывается на бумагу для выпечки и противень, и ложится себе спокойненько. Посмотрите, как они выросли у нас в объеме. Кстати, в духовке, вот именно в моей духовке Гефест, есть такие функции, как растойка и разморозка. То есть сначала разморозка, потом растойка. То есть круассан такого прекрасного пышного состояния до выпечки можно довести уже в духовке. И вообще, я считаю, духовка – это то… Ну вот есть несколько помощников на кухне, без которых жить невозможно. Духовой шкаф Гефест – это, наверное, помощник номер один. Почему? Ну, во-первых, потому что здесь все очень просто. Интуитивно устроенная панель управления. Посмотрите, какая она красивая. А еще эта духовка удобная и безопасная. Вот эти телескопические направляющие, они выдвигаются таким образом и удерживают противень, что ничего не может вывалиться из духовки. Не дай бог кого-то обжечь. Здесь все очень надежно. Я вот устанавливаю свой противень. Посмотрите, как это красиво, а? А подсветка – какая красота. Все видно. У меня ощущение, что я кино просто смотрю. И в этом кино прекрасном готовятся круассаны. А вообще, если серьезно, то в этой духовке очень много полезных функций. Конвекция. То есть здесь есть горячий воздух, который действительно помогает. Кстати, именно на этом режиме я сейчас и выпекаю круассаны, потому что горячий воздух помогает любой выпечке вырасти, стать пышной, воздушной. Гриль с конвекцией и без конвекции. А еще здесь есть вертел. Можно делать шашлыки, можно запекать курицу. И все это элементарно одним нажатием кнопочки на вот такой красивой панели управления. Итак, круассаны на спекутся. Займемся пока начинкой. Мне нужен лук. Вот такая белая луковица. Нарезаю ее мелким кубиком. Половинки хватит, она должна быть не очень крупная. Вообще все очень просто. Мы делаем, знаете, такую прекрасную мясную заправку, которая напоминает соус болоньезе. Что входит в соус болоньезе? В соус болоньезе, конечно, входит телячий или говяжий фарш. Дальше лук, как я уже сказала, вот я его уже измельчила. Беру сковороду. А вот теперь внимательно. Еще одна необходимость на кухне. Ну как вы можете себе представить кухню без варочной панели? Ну никак, правда. И вот я не могу представить свою кухню без варочной панели Гефест. Потому что это не только очень удобное, очень эффективное. Разогревается моментально. Это идеальная поверхность. Смотрите, раз. И вот буквально несколько минут. И сковорода будет очень горячая. Добавлю сюда пока масла. И немножко оливкового и сливочного, как делают все итальянцы. А еще мне очень нравится стильный дизайн этой панели. Абсолютно легко встраивается в любой интерьер. Потому что здесь есть такая прекрасная, знаете, нота модерна, то есть современной какой-то эстетики. Но еще и... А представьте себе, рядом какая-нибудь такая поверхность мраморная или поверхность деревянная. И везде это будет выглядеть уместно. Итак, в масло мы добавляем в первую очередь лук. Ребята, никогда не добавляем лук одновременно с чесноком. Потому что чеснок готовится, да и горит быстрее, чем лук. Поэтому пока лук у нас спокойненько себе чуть-чуть. Посмотрите, как это просто. Раз, два. Все, убавило чуть-чуть. Масло хорошо разогрето. Лук пошел себе тут веселиться. А я быстро. Два зубчика чеснока. Да, несмотря на то, что они у меня такие крупные, все равно два зубчика. Потому что у меня такое, знаете, ну как бы все-таки не настоящее болонезе. Оно немножко приблизительное. Я, например, сельдерей не добавляю. Некоторые повара обожают добавлять сельдерей в болонезе. Я вино не добавляю. Но тем не менее, это действительно получается очень сочная, вкусная и нежная начинка для круассана на завтрак. Посмотрите, вот лук прозрачный. Даже слегка золотится. А тут к нему раз, и его лучший друг чеснок отправился. И все происходит просто на высшем уровне, я бы сказала, встреча. Буквально одну-две минутки. В это время измельчаем морковку вот таким вот кубиком. Посмотрите, красота. Ну то есть точно так же, как кубик должен быть похож на размер того кубика, которым мы измельчили лук. И вот это основа. Теперь мы сюда добавим, конечно же, каких-нибудь специй. Начнем с соли и перца. Я морской соли обычно не жалею, но в то же время, ну знаете, когда рука чувствует, стараюсь не пересолить, и у меня чаще всего получается. Дальше после соли я добавляю перец, потом немножко, это копченая паприка. Копченая и не очень острая, это важно, потому что если мы добавим, ой, какой запах, боже, боже, это копченость, это фантастика. Потому что если добавить, что слишком много острого, то мы уже острым перебиваем все остальные вкусы. Ну, наверное, в каких-то кулинарных культурах это прям приветствуется. Там мексиканская еда, там такие есть пепперончины, которые, ой-ой-ой, не знаю, что можно после них еще почувствовать, обжигают рот. Но мы с вами люди деликатные во вкусовых предпочтениях, поэтому здесь острота очень мягкая. Ну, зато эта копченость в этой паприке, это прекрасно. Теперь фарш. У меня фарш говяжий. Может быть, телячий, может быть, фарш цыпленка, может быть, индейка. В общем, любой фарш, который вам нравится. Почему я сказала, что это баланеза? Потому что тут еще добавляется сюда пассата. То есть это такой протертый томатный соус. Знаете, можно добавить томатной пасты, концентрированной. И потом немножко, может быть, бульона, чтобы было посочнее. Ну вот соус у нас практически готов, ну, вернее так, начинка для круассана. Почему я говорю практически? Потому что, мне кажется, без зелени это не летает, ребята. Нам обязательно надо побольше вот какого-то такого еще лета. Хочется лета. Кинза, петрушка, укроп. Все это вместе не просто полезно, но я еще считаю очаровательно. Любая зелень подойдет. Любите зеленый лук вперед? Можно листья салата взять, можно кусочки помидора. Так, вот у нас крупнорубленная зелень. Который не добавляется в наш соус, а ждет своего часа. И так же своего часа из моей чудо-духовки Гефест вылетают просто волшебные круассаны. Вы такое видели когда-нибудь? А я рекомендую экспериментировать у себя на кухне и повторить. Вот довольно часто пишут дома не повторять, а я тут настаиваю дома обязательно повторять. Ох, ой, ой. Это просто воздух и сливочное масло. Вот честное слово, там больше ничего нет. И раз в неделю в конце концов можно себе позволить. Фарш у нас готов. Разрезаем острым ножом круассан пополам. Я же говорю воздух и сливочное масло, вы видите? Могла бы соврать, сказать, что сама тесто сделала, правда, и приготовила все вот так вот красиво. Но я не такая, честно. Честно, где можно найти такие спасатели и сохранить время и силы, я всегда за это. Потому что кухня это про удовольствие. И вообще про то, чтобы тут находиться ровно столько времени, сколько необходимо, сколько хочется. Теперь мы сюда выкладываем. Ну тут опять как раз сколько хочется. Кто любит побольше, кому нравится скорее круассаны. Кстати, эти круассаны, вы же понимаете, они хороши и просто с чашкой кофе, без ничего. Но вот с такой начинкой. Ну, сознайтесь, вы такого не видели и не пробовали. Ну, правда же, а? Ну, это же шикарная идея. Вот так вот, такой круассан, а зелени сколько. И все, и подаем. При желании яйцо пашот тоже хорошо. И бокал белого вина, вот так я размечталась. Ну что, приятного аппетита. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова